Всем привет! С вами Готика, с вами Сократ, и если ты, дружище, чисто случайно запустил этот ролик в надежде увидеть здесь кайфовый гайдик или еще что-то, посмотри лучше другие ролики на моем канале. Здесь не будет гайдов, лайфхаков, новостей, утечек, сливов и так далее. Это последний ролик, посвященный лысеющему уебку с накрученной аудиторией и любящим сидеть в соло-сессии под читами, дабы уже поставить окончательно вердикт. Мы косвенно касались этой темы, и впоследствии после этого ролика мы больше не будем ее затрагивать и перейдем уже в новую эпоху. А этот отработанный материал мы оставим в этом ролике. И, пожалуй, под комментариями можете оставлять все, что вы хотите, все, что считаете нужным. Поэтому, если вы не знаете, о ком идет речь, а речь идет о одном из лысеющих ютуберов, который надел на себя корону, пожалуйста, можешь выйти. А если ты знаешь, о ком идет речь, обязательно останься, прослушай до конца ролик жирный, весомый. Погнали! Ну, а футажом для заднего фона, видео, вставкой, так сказать, будет наш отыгрыш на РП-сервере. Без звука, без всего, просто показать вам, что он уже запущен. Да, наш РП-сервер на данный момент находится в ранней-ранней альфа-версии. Просто самое раннее нашему серверу чуть больше 15 дней. На нем уже есть определенные функции. Можно покупать оружие, можно лошадей, огромное количество карет, выполнять базовые задания, базовые анимации. В общем, это чисто для того, чтобы вы не думали, что на стриме я что-то сказал про РП-сервер и типа он там где-то существует. Подробности, подробнее об РП-сервере я буду рассказывать в других роликах, а также на стримах. Давайте вернемся к сути этого ролика. Ну и перейдем непосредственно к нашему персонажу геймингу. В чем прикол? Прикол в том, что этот тип кидает страйки на канал, если использовать его контент. Даже если использовать вырезку с его собственного стрима. Даже если указать его там в ссылках под роликом, он все равно будет кидать страйк. Хотя до этого он говорил, что никаких страйков кидать не будет. Ну, пиздобол, они такие люди. И в чем прикол? К сожалению, я не смогу подтвердить его слова в этом ролике, потому что он просто кинет страйк. Но вы можете поверить мне на слово, что он это говорил. И посмотреть его стримы, что я не советую делать, дабы удостовериться, что действительно он такое говорит. В чем суть этого ролика? Что я хочу вам донести и какую информацию? А значит, на создание этого ролика меня триггернула всего одна фраза этого человека. Когда он сказал, что я думаю, что Сократ снимает ролики про меня и хейтит меня. Только лишь потому, что я ему нравлюсь как мужчина. И Сократ гей. Он никому об этом не говорит, но он гей. И я ему нравлюсь как мужчина. И его жене, кстати, Сократочке, тоже нравлюсь я как мужчина. Да, скорее всего, именно поэтому они это делают. Это его цитата с его стрима, когда он сказал, что... Ну, вот, собственно, то, что вы слышали. Перейдем к сути дела. Да, я хочу его. Но, к сожалению, не как мужчину. Я вообще не считаю его мужчиной. И мы разберем три пункта. Первый пункт. Считаю ли я его мужчиной и его мужские поступки как ютубера, как блогера, как контент-мейкера, как создателя чего-то своего и оригинального. Второе. Я рассмотрю вариант его отношения к его собственным спонсорам и к его аудитории. И мы разберем там его мужские поступки. А третье. Мы разберем его как мужчину в реале. Да, к сожалению, пришлось и туда залезть, чтобы вы понимали, что это за персонаж. Как он вам мастерски врет. Мы разберем, а мужчина ли он в реальной жизни. Без грязи, так сказать. Давайте по порядку. Начнем непосредственно с того, как блогер. Ну, давайте по порядку. Самое первое. Как блогер. Его недоконтент и говновысер, который он называет творчеством, на самом деле легко разобрать. Начнем по порядку. Летом он предъявляет RedCat Redemption за неоригинальность идеи создания флешмоба, дабы разработчики и так бы выпустили обновление. Об этом обновлении якобы все знали, а RedCat Redemption решил хайпануть. И непосредственно за две недели до выхода обновления создал флешмоб. Все помнят клоунский флешмоб, дабы разработчиков как-то сподвигнуть на создание контента. Безусловно, эта ересь не зашла никому. RedCat Redemption написал ему в комментариях там пару ласковых. И в конечном итоге этот ролик есть у него на канале, где он разоблачает летом RedCat Redemption. После чего, естественно, RedCat послал его нахер, грубо говоря. И сейчас он уже миленько общается с котом, потому что нашел нового себе объекта ненависти. Это, естественно, Готику Сократа. Но, конкретно в его творчестве нет никакой изюминки. Он разбирает на своих стримах Готику, Гличеров и Гриферов. Гличеры, понятно, идиоты, их всех разбирают. Гриферов, но тут вопросы только о Готике. И огромное количество времени на его стриме он посвящает непосредственно Готике. Какие мы все малолетки, мы купили читаков, чтобы его крошить. И вообще у нас будут проблемы в реале. Это все, конечно, здорово. Это творчество именно стримера. Теперь именно по роликам. Человек, который сидит с читами в соло-сессии, создает ролики билды. Человек, который грибник, который от PvP даже не знает, что это такое. Даже название, как расшифровывается, PvP. Который каркану использует для того, чтобы стрелять по стоячим целям. И этот человек учит и создает билды для игроков. Это смешно. Это смешно. То есть это высер. Это попытка завладеть и оседлать тему, которой уже, к сожалению, недоступна. Дальше. Это непосредственно разбор оптимизации, хуизации и прыжки на хуях, дабы как-то усидеть и контентом зацепить людей. Никакой оригинальной идеи я не нахожу в его творчестве. Лишь только попытки хайпануть на Red Cat Redemption, на Stark Ready и теперь уже на Готике. Отлично, здорово, супер классно. Молодец, пацан к успеху шел. И тут самый главный вопрос к его зрителям. Ладно, они тратят свое личное время. Но у него есть и спонсор, который тратит еще и деньги на это. И тут, ребята, я попрошу вас задуматься над одной проблемой. Все вы знаете Вилму и все вы знаете Принцессу. А то, что она донатила ему большие суммы. И он указывал ее под каждым роликом. После чего спонсор канала, по неизвестным мне причинам, пришел на стрим ко мне или к Сократочке, я точно не помню, и задонатил нам 2 или 3 тысячи рублей. Это тоже не суть важна. Факт в том, что после этого поступка самого главного своего спонсора он оскорбил, унизил, назвал предателем. Вы понимаете? Любой спонсор Зефа может сейчас кинуть Сократу тысячу рублей, и вы увидите, каким говном он вас покроет. А в чем прикол? Все вы знаете Вовку, и я очень люблю и дорожу. Не только потому, что за развитие моей стримерской, нашего YouTube контента. Все вы знаете, что на данный момент все крупные донаты идут от общего спонсора. Но раньше у нас был всего один крупный спонсор, это Вовка СПБ. И когда он донатил не мне, а, допустим, Старкреду или еще что-то, я ни разу не предъявлял. Что за ублюдок предъявляет своим спонсорам, что они предали его, предали его канал, если они пойдут не то, чтобы посмотреть на Сократа, если они ему кинут 100 рублей. И мне кажется, это уже перебор. А это настолько жесткая мания и желание заработать денег, что человек готов выставить прайс-курант как проститутка. На то, чтобы не заканчивать стрим 500 рублей. На то, чтобы побрить голову 5000 рублей. На то, чтобы сесть на бутылку, смазав жопу 10 тысяч рублей. А если ее не надо смазать, то 15 тысяч рублей. Это, конечно, здорово. И тут мы плавненько переходим непосредственно к его отношению к спонсорам. Насколько вы все знаете, Вилма действительно поддерживала творчество Зефа. И он ей обещал прекрасную жизнь, совместную жизнь, в реале. Приехать к ней в гости, пообщаться, познакомиться, как мужчина и женщина. В этом нет ничего зазорного. Однако у человека есть жена и ребенок. А если бы точнее были. А в чем причина? Он ушел от собственной жены и ребенка, потому что жена его просила устроиться на работу. На что Зеф утверждал. В моем городе нет возможности устроиться на другую работу. Я получаю 29 тысяч в месяц. И, к сожалению, больше получать не могу. И, извини, дорогая, содержать тебя и ребенка я больше не буду. Пошли вы нахуй. И он ушел от жены для того, чтобы она не трахала ему мозги. Это не поступок мужчины в реальности. По отношению к спонсорам я тоже не увидел поступка мужчины. Ведь девушка, невинная девушка, кинула 2000 рублей другому стримеру, пусть даже конкуренту. Он обосрал ее с ног до головы, а потом плакался в личечку, что я был неправ, прости, пожалуйста, и так далее, и так далее. Прости меня, Вилма, мы все просрали. И я, если ты смотришь этот ролик, просто знаешь, что дело не в отношениях и не в общении, и далеко не в донатах, а дело в гнилье человека, который за деньги, за донаты готов отказаться от жены, от ребенка, от спонсоров, от всего. Сесть на бутылку и побрить голову на лосо. Я вас уверяю, если вы, товарищи спонсоры, перестанете ему донатить на, условно, по 1000, по 2, ближайшие 5 стримов, он перестанет делать стримы. Потому что он делает это только ради денег. Когда я стримлю, и мне не донатят за стрим вообще, я все равно стримлю. И когда у меня появились финансовые трудности, я не ныл на Ютубе, что, ой, мне нужны деньги. Я пошел на вторую работу. И все вы это прекрасно знаете, что на данный момент я работаю на двух работах, для того, чтобы содержать жену и ребенка, детей. И поэтому чуть меньше уделяю внимание непосредственно своему творчеству. И тут мы переходим непосредственно к заключительной части ролика. И так получился слишком затянутым. Как блогер, как контент-мейкер, ну полное говно. Как отношение к своим собственным спонсорам и к девушке-спонсору. Это вообще не уважение. Полнейшее говно. Тут никакой химушеских поступков. Как отношение к собственному ребенку. Ладно, к жене. Не смог договориться. Всякое бывает. Но тебе даже Вилма сказала. Дружище, но если у тебя проблемы с деньгами, найди ты себе вторую работу. И в этом нет ничего зазорного, когда твоя жена сидит в декрете с ребенком, а ты идешь и ебашешь на вторую работу. Вместо того, чтобы играть в РДО, садиться с жопой на бутылку и просить донатики. Конечно, проще от них уйти. И чтоб тебе никто не мешал. Так кроме донатов, а что тебе еще надо? И зачем на каждом стриме говорить про Готику и Сократа? Последнее, что бы я хотел от себя сказать, ты писал комментарии к моим сообщениям и комментарии на роликах, где ты желаешь нам здоровья, желаешь нам благополучия. И если бы это было так, а не было бы лицемерной двуличной мразотой, как каким ты являешься, то ты бы на своих стримах нас бы вообще не обсуждал. И тогда вот этот ролик, сейчас нынешний, показал бы всем, какой же я долбоеб. Человек ничего отвратительного не пишет в мой адрес, а я тут взял и создал про него ролик. Хотя он пытается быть хорошим. Пишет комментарии, что главное это здоровье, главное это счастье, всем удачи. Сократ, не надо столько ненависти. Если ты ублюдок, блядь, на каждом стриме, львиную долю времени уделяешь Готике, Сократу, и к тому, что тебе мешают играть именно мы, то... А потом ты пишешь, ой, всем удачи, и не все так плохо. Пошел ты нахуй, мудак. Лучше оставайся без комментариев, блядь. Нихуя мне не пиши. Пиши свои тупые стримы. Я больше на тебя свое драгоценное время тратить не буду. Это лишь попытка пообщаться с твоей аудиторией, потому что ты твердолобый дебил. А вот твоя аудитория еще можно спасти. Я понимаю, что часть из них смотрит мой контент в том числе. Ребята, если вам не жалко своего собственного времени, не жалко своих собственных денег, и вам нравится такое творчество, ну, вас тоже уже не спасти. Ну, а с вами был Аготик, с вами был Сократ. До новых встреч. Удачи. Больше эту тему гейминга мы не поднимаем. Пока. И да, я хочу его отжарить, потому что именно эта девочка с этими прекрасными губками, которые делают такие умозаключения, произнося их вслух о том, что Сократ его хочет, именно эта соска достойна моего члена. И никак по-другому. Ведь мужик так говорить не будет. Пока.